МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 октября, вторник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. 234 депутата проголосовали за окончательный проект судебной реформы. Это было самое длинное принятие законопроекта за всю историю парламента. Судебная система значительно изменится. Спорные правки, которые затягивали рассмотрение в зале, профильный комитет решил отменить. Теперь кандидатуры Верховный суд Украины будет утверждать лично президент. Повестки начнут публиковать в интернете. А участвовать в суде можно посредством видеоконференции. По судебному решению с банковских счетов могут списать сумму задолженности. А для того, чтобы подать иск, нужно внести определенную залоговую сумму. Необходимо терминово выбудить эффективную систему антикоррупционного судочинства. И по всей вертикали судовой гилки и власти начинать очищение. У всех судеб-коррупционеров заграти. Тысячи справ против коррупционеров распочатых ГПУ, НАБУ, СБУ должны быть доведены до юридического конца. Против закона выступили депутаты от партии «Самопомощь» и «Батькивщина». Они же критиковали данный проект и в течение трех пленарных недель. Требовали рассмотрения нескольких тысяч поправок. Им не удалось повлиять на ход голосования. Депутаты работали без перерыва. Они успели проголосовать и за пенсионную реформу. Руководителя роты самообороны Крыма Армена Мартаяна, больше известного как «Самвел», объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции Украины в автономной республике Крым и городе Севастополь. В ведомстве сообщают, Мартаяну грозит до 8 лет лишения свободы. Армен Мартаян – один из главных героев пропагандистского фильма об аннексии Крыма. Его выставляют главным освободителем полуострова. «Самвел» блокировал аэропорт Симферополь и публично избил одесского депутата Алексея Гончаренко в Крыму. Народного избранника неоднократно российские каналы называли агентом Киева. Это именно тот самый боевик по кличке «Самвел», который вместе со своими подельниками напал на меня в Симферополе возле штаба береговой обороны в марте 2014 года. И именно за нападение на меня его и разыскивают. Спасибо прокуратуре Крыма за работу. Рано или поздно правосудие доберется до всех этих негодяев. Зинаиде Цверенько объявили о подозрении по факту трагедии Виктории. В ее доме проводятся обыски. Следователи ищут документы. При этом в прокуратуре отметили, пока речь о коррупции не идет. Бывшему вице-мэру инкриминируют служебную халатность, которая повлекла за собой смерть трех детей. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком на пять лет. Учитывая возраст экс-чиновника, прокуратура будет требовать домашний арест в качестве меры пресечения. Напомню, городской голова Геннадий Труханов уволил Цверенько в связи с выходом на пенсию через четыре дня после пожара в детском лагере. В указаному заступнику одеського міського голови завчасно і достеменно було відомо, що дитячий табір належним чином не переданий на баланс, у зв'язку з чим не підключені системи пожежної безпеки, належним чином незабезпечена робота вентиляційних та інших систем. Скандал в Одесьском юридическом лицее. Завуч напала на мать одной із учениц, заявляє сама пострадавшая. Женщина от имени всех родителей пришла выяснять, чем в школьной столовой кормят їх детей. Разбираясь в ситуации, по горячим следам Думская выяснила, после школьного обеда некоторые ученики юридического лицея оказались в инфекционной больнице. У нас було в класі несколько человек на одной же неделе с отравлением, і з інших класів пара чоловік. По словам школьников, двоих ребят госпиталізували в інфекціонку. Один із них – второкурсник Николай. Мать парня уверяет, в той день її ребёнок ел один раз в школьной столовой. Ребёнок пришёл с расстройством і з температурою со школи. На ночь поднялась температура до 40. Я збивала температуру своими методами домашними, лекарствами. Утром вызвали скорую помощь. Скорая помощь поставила диагноз, что это похоже на отравление, но как бы у него не было рвоты ещё. Какую пищу предлагают ученикам, рассказывают сами лицеисты. Подаётся постоянно холодная, очень густая непонятная консистенция. Вообще блюда, самые простые блюда, которые испортить вроде бы нельзя, вообще никакие. На этой неделе нам дали рис вчера, он был с камушками. Татьяна пришла в школьную столовую, чтобы выяснить, чем там подчуют лицеистов. На это её уполномочили родители всех детей класса, в котором учится её дочь. В результате на главу родительского комитета напала завуч школы, жалуется одесситка. Я не могла даже обороняться, я не могла даже ответить. Как результат, человек нанёс мне, вот, пожалуйста, это порванная кофта, всё это расцарапано. Мало того, у меня болит голова, потому что за волосы безбожно она меня надёргала. В пресс-службе мэрия о конфликте знают. При этом в департаменте образования заявляют, что жалоб на качество продуктов питания к ним не поступало. А лицеистов уверяют чиновники, питаться в школьной столовой никто не заставляет. По словам Татьяны Михайлик, избившая её зауч, дочь директора учебного заведения Александра Шияна. Сам он ситуацию комментирует так. Какая-то ситуация, она уже вся исчерпана, девочки. Вы комментируете, это же ваше комментирует. Я ничего не буду комментировать. А почему я должен комментировать? Уже всё разобрались. Вот родители говорят, что замдиректор их ударила, что... Всё это, это всё выдумки, это всё неправда. Всё. Татьяна Петровна, дайте, пожалуйста, нормально проводить учебный процесс. Вы мешаете работать учителям и учить детей. Всё, извините. Татьяна намерена добиваться справедливости и готова прибегнуть к радикальным мерам. Одесситка готовит иск в суд, а также рассчитывает на аудиенцию у мэра. За развитием событий будут следить Иван Леонтьев, Виталий Прус, Вячеслав Лаштаба и Думская ТВ. И в продолжение темы. Массовое отравление в военно-морском лицее. На больничной койке оказались 20 курсантов. Их доставили в Одесскую инфекционную больницу. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Ребята говорят, ели в столовой лицея. Каша была рысова, с тушенкой. Я съел в этой каше, и мне стало немного плохим. Вже на вечер мне было совсем плохим. И была на вечер гороховая каша. И уже кашу я не смогу есть. Состояние пациентов улучшилось. Все получают лечение соответствующее. И на сегодняшний день часть пациентов находится в удовлетворительном состоянии. Некоторые пациенты в состоянии средней тяжести. Тяжелых нет. Врачи говорят, через 5 дней курсантов могут выписать из больницы. А в военно-морской лицей уже приехали санэпидемиологи Министерства обороны Украины. Они проверяют качество еды в столовой. У лицею военно-морских сил длится проверка по данному выкладку. За результатами проверки будут приняты соответствующие решения, в том числе и кадровые. Решения будут приняты до посадовцев, тех, которых будет вызнано виновными в данном выкладке. Обл. администрация планирует возобновить работу Одесской ТЭЦ. Об этом заявил губернатор Максим Степанов. По его словам, на данный момент подан иск в суд с требованием снять запрет на использование оборудования, чтобы отопительный сезон нормально стартовал. Заседание суда состоится 10 октября. Напомню, Одесская ТЭЦ находится в состоянии банкротства. Начата процедура ликвидации предприятия. Существует запрет суда на осуществление любых технологических действий на оборудование, которое находится в Одесской ТЭЦ. Это оборудование называется просто на руки котлы, которые производят в том числе тепло. Поэтому нам нужно вот этот запрет сюда снять. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok